Депутаты на удаленке. Впервые в истории Думы Сарова прошло заседание в дистанционном режиме. К юбилею Великой Победы в Сарове появился сад памяти. Маски вместо фильмов. Как выживают кинотеатры в период пандемии. Далее расскажем обо всем подробно. Впервые за всю историю празднования Победы в Великой Отечественной войне у мемориала, павшим на полях битвы, было так мало народу. Режим повышенной готовности не позволил провести масштабные мероприятия в честь 75-летия со дня Победы. Но отдать дань погибшим на фронтах за свободу и независимость Родины – это простая человеческая потребность. Цветы к вечному огню возложили представители городской думы, администрации, ядерного центра, военного комиссариата, Саровской дивизии. Не было торжественных речей, песен военных лет и парадных расчетов. Праздник Победы обязательно отметим шумно и ярко, но позже. А пока поздравления ветераны принимали на дому. 9 мая сотрудники Росгвардии вручили подарки участникам войны. Ветераны заслужили этот праздник, они ценой своей жизни, жизни своих товарищей эту победу принесли. Поэтому мы просто были обязаны как-то отблагодарить и сказать им большое спасибо за их вклад в эту победу. Соблюдая меры безопасности в масках и перчатках, они навестили ветеранов, подарили им бытовую технику, продуктовые наборы, цветы и передали поздравления от руководства Росгвардии. С праздником вас! С днём великой победы! В честь 75-летия Победы каждый ветеран получил особенный подарок – армейский вещевой мешок, в котором в годы войны лежали самые необходимые предметы. Солдат всю войну прошагал всегда своим мешком, с той фляжкой не расставался, в которой иногда болтыхался 200 грамм спирта, котелок, с которым он принимал пищу, какой-то ржаной хлеб, который был в обиходе, кусочек сала, сахара. Несмотря на почтенный возраст, ветераны встречали гостей при полном параде, военной форме и с наградами. Для них 9 мая всегда праздничный день. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Восемь вопросов стояло на повестке дистанционного заседания городской думы. Основные решения были связаны с бюджетной помощью организациям и предприятиям, которые несут финансовые потери, либо участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Администрация будет их субсидировать из городского бюджета. Еще важное решение, которое было принято, это решение по отсрочке арендных платежей за землю и арендных платежей за пользу нежилыми муниципальными помещениями, либо помещениями, которые арендуют предприниматели у муниципальных предприятий, переданным в хозяйственное ведение или в оперативное управление. Эта отсрочка предусмотрена указом президента. Решение согласовано с Министерством финансов Нижегородской области. Часть депутатов считает, что несмотря на принятую отсрочку, нужно оценить возможность льготирования этих платежей. Те выпадающие доходы с 2020 года, которые появятся в результате отсрочки арендных платежей, они составляют более 9 миллионов рублей. Поэтому они компенсированы в бюджете города из других источников. Ну а если как бы льготировать, то нужно будет уже как бы компенсировать эти затраты как бы 100% без возврата их в бюджет. Также депутаты приняли изменения в положении департаментов администрации решения, связанные с выделением служебного жилья. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В нелегкое для бизнеса время Федеральная налоговая служба в возможности упростила оформление документов. На официальном сайте ведомства функционирует более 50 сервисов, которые позволяют общаться с налоговой без личного контакта. С 30 марта более 600 саровчан сдали декларацию по форме «Тренд и фейл» через личный кабинет портала налоговой службы. Юридические лица индивидуальных предпринимателей, имеющие усиленно квалифицированную электронную подпись, в том числе полученную при регистрации КАС онлайн, могут предоставлять бесплатно налоговую отчетность, кроме отчетности по НДС, с сайта фнс.налог.ру. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Налоговый учет» в предоставлении налоговой бухгалтерской отчетности. Риски распространения коронавируса повлияли на сроки сдачи отчетности, уплаты налогов и взносов в 2020 году. Перенос сроков предоставления налоговой отчетности действует для всех организаций и индивидуальных предпринимателей. Также правительство решило продлить до 15 мая 2020 года срок сдачи налоговых деклараций по НДС за первый квартал 2020 года и расчеты страховых взносов. Декларацию по форме 3НДФЛ о доходах, полученных в 2019 году, необходимо сдать до 30 июля. Срок уплаты налогов для физических лиц не продлен и он также остается 15 июля 2020 года. На сайте налоговой предусмотрен сервис для приема заявлений от предпринимателей о прекращении деятельности. В период карантинных мер разрешили направлять такие заявления без усиленной электронной подписи. Обязательно нужно приложить все необходимые документы и квитанцию об оплате госпошлины. Еще одна мера поддержки для бизнесменов – оформление осрочки или рассрочки на уплату налогов. Для этого нужно соблюсти два условия. Во-первых, организация или индивидуальный предприниматель должна относиться к пострадавшим отраслям. Снижение выручки за первые кварталы и последующие кварталы 2020 года должно быть не менее чем 10%. Или же должен быть получен убыток. А срочка предоставляется по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году. Также по ним должна быть сдана налоговая декларация. Если вы напишите заявление до того, как сдали налоговую декларацию, вам однозначно отказывают при составлении отсрочки и рассрочки. ФНС рекомендует одновременно с подачей налоговой декларации подавать заявление на отсрочку и рассрочку всем предприятиям и организациям, которые как раз относятся к пострадавшим отраслям. Еще одно условие – АКВЭД по основному виду деятельности должен быть зарегистрирован до 1 марта 2020 года. Если дела у предпринимателя неважные, то тогда он может написать заявление на рассрочку и выплачивать налоги частями. Для этого нужно предоставить график погашения платежей, а также на выбор – банковскую гарантию, поручительство платежеспособного лица или залог ликвидного имущества. Помимо прочего, у этой меры поддержки есть еще одно преимущество – не начислят пенни. Водители пока могут купить ОСАГО без техосмотра. Страховым компаниям разрешили исключить диагностические карты из списка обязательных документов для оформления полиса ОСАГО. Как пояснили специалисты автосалона «Саров Моторс», это временная мера на период карантинных мероприятий в стране. Раньше нужно было предоставить на автомобиль старше 3 лет полис технического осмотра, талон технического осмотра. То сейчас это делать необязательно. Мы можем оформить полис без техосмотра, но потом, по окончании пандемии, нужно будет предоставить диагностическую карту в вашу страховую компанию. Принести талон техосмотра в страховую компанию нужно будет в течение месяца после снятия ограничительных мер. Также правительство пока не стало ужесточать процедуры техосмотра и отложило вступление в силу новых правил до 1 марта 2021 года. Водители могут получить диагностическую карту по старому облегченному сценарию, то есть без видеофиксации. Несмотря на упрощение оформления страховки, из-за пандемии коронавируса получение положенных денежных средств придется ждать чуть дольше. Большое изменение затронуло выплаты. То есть, если раньше выплаты по ущербам у нас производились в течение 5 рабочих дней, сейчас срок немного увеличился, до 10 рабочих дней требуется. В условиях пандемии автосалон Саров Моторс максимально сократил прием клиентов в офисе. В основном общение идет по телефону или через электронную почту. Сотрудники собирают всю необходимую информацию по автомобилю и владельцу дистанционно, чтобы к приходу клиента комплект документов был готов. Ему останется только их подписать. Уже больше пяти лет на перекрестке улиц Московская и Курчатова местные жители наблюдают вырытый котлован, торчащую арматуру, брошенные бетонные блоки, горы из деревянных досок, кирпичей и стекла. В 2014 году на этом месте начали возводить продовольственный магазин. В 2015-м стройку приостановили. С тех пор рядом с территорией проходить опасно. Мостки и заборы обваливаются при сильном ветре. Стекла и мусор летят во двор. Местные жители вынуждены пробираться к дому через препятствия. Территория не охраняется, а дети нередко выбирают недострой, как место для игр. Не пройти, не проехать. Лучше бы стоянку для машин сделали. Во-первых, дети туда залазят. Боимся мы это за все. Никто не убирает. Нам ходить здесь неудобно. Весной лед, того, гляди, голову разобьешь. И когда это кончится, просто мы сами не знаем, как все это надоело. Лучше бы была стоянка для машин. Обращались, три раза подписывались. Семесто ничего не двигается. Изломали бы все, убрали, сделали бы все. Здесь красота была какая, как раньше. Саровчане неоднократно обращались в городскую думу и администрацию с просьбой убрать забор и привести территорию в порядок. Завершить проект или вовсе его прекратить. Представители власти до сих пор не могут повлиять на застройщиков. Продолжить возведение объекта по закону невозможно. Срок аренды государственного земельного участка истек. Нужно заключать новый договор. Больше года назад проблема обсуждалась на заседании комитета. В связи со смертью одного из инвесторов решение вопроса откладывалось. Решаются наследственные дела. Для этого существует срок полгода. В январе месяце кончается. И, значит, Министерство Нижегородской области будет принимать решение о продлении экономики. Продлении договора на аренду. Или, так сказать, прекращении. По словам представителей СОИ-инвесторов, доля умершего выкуплена. Но, по сведениям ЕГРН, он до сих пор числится собственником. Сейчас Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области решает вопрос о целесообразности продолжения строительства и освобождения участка от незавершенного объекта. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Общероссийский социальный проект по производству многоразовых масок идеи генерального директора одной из сетей кинотеатров. В него активно включились все города, где развернута сеть, в том числе и Саров. Пошив необходимых средств защиты, сотрудники развернули как в офисах, так и на дому. Пока это единственный вариант для кинотеатров получить хоть какой-то доход и частично покрыть расходы на зарплаты, аренду и содержание оборудования. Насколько мне известно, мы как кинотеатр попадаем под какую-то субсидию, но сейчас это на уровне заработки, пока что мы выживаем своими силами. Еще в конце марта закупили оборудование и материалы. Был выбран лучший образец, составленная технология пошива, единая для всех городов, где есть кинотеатры сети. Маски шьют из бязи в три слоя. Сначала мы нарезаем, проглаживаем, чтобы было проще. Проглаживаем и делаем заготовочку вот этого нейтрального сложения. Потом мы это шьем, выворачиваем, опять отглаживаем. Мы вставляем ригелин, прошиваем карман, опять проглаживаем. Потом я делаю складки, которые вот здесь посередине, мы опять проглаживаем. Готовый вариант опять проглаживает и запаковывает в отдельный пакет. На производство одной маски в среднем уходит 20 минут. Носить ее можно два часа, а после стирки использовать снова. По этому пути пошли и другие предприниматели, владельцы цветочных магазинов, фитнес-центров и прочее. В ситуации, когда нет возможности работать и зарабатывать, бизнесмены вынуждены ищут пути выхода из кризиса. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. 30 новых деревьев появились в сквере 21-го микрорайона. Представители власти, студенты САРФТИ, Союз Сияющие Звезды, воспитанники молодежного центра и волонтеры Победы присоединились к акции «Сад памяти» и посадили на аллее 24 клёна и 6 елей. Каждое дерево символизирует погибшего героя Великой Отечественной войны, который отдал жизнь ради светлого будущего потомков. Хочется, чтобы эта аллея украшала наш город, чтобы приносила радость людям живущим и напоминала о памятной дате – 75 лет Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Участники почтили память погибших и выразили дань уважения ветеранам, которые остаются живыми свидетелями тех страшных событий. Международная акция «Сад памяти» проходит по всей России с 18 марта по 22 июня. Любой желающий может посадить дерево на своем дачном участке или во дворе частного дома. Те же самые молодые волонтеры совсем скоро обозведутся семьями, станут счастливыми папочками и приведут малышей гулять и рассказывать, что вот эту девушку посадил я. Я думаю, что это замечательно. Я вот даже сейчас рассказываю, у меня мурашки бегут. Ради таких вещей стоит, я думаю, все такие вещи организовывать, чтобы это была память, чтобы это был символ, чтобы это были главные вещи, которые станут основами семейного воспитания. И ты будешь рассказывать это своим детям, и они, наверное, будут просто стать хорошими людьми. Отметить на виртуальной карте и разместить фото своего саженца с историей и изображением героя Великой Отечественной войны можно на официальном сайте sadpamity2020.rf. Там же можно получить электронный сертификат. Вся необходимая информация размещена в специальном приложении в социальной сети ВКонтакте. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Этот китель – один из первых экспонатов Музея военно-исторического общества «1945». Его носили советские солдаты до 1942 года. С середины 1942 до 1943 года уже была введена новая форма одежды, которые пришли к погонам. Вот до этого на кителях, на наших были звания, знаки различия на воротничке, такие петлички. А уже с 1943 года пошли погоны. Еще один интересный экспонат – суконный шлем Буденовка образца 1927 года. Шита она из серого шлемного сукна. Внутри подкладка и хлопчатобумажная ткань. В годы Великой Отечественной шлем нередко утепляли ватой в морозы. Но уже в 1943 году Буденовку заменили на шапку-ушанку. Все экспонаты, которые хранятся в музее, Алексей Морозов заказывал в интернете или покупал в магазинах. Особо ценно то, что он получил подарок от жителей и гостей нашего города. Например, военные письма. Очень интересно эти письма, их читать. Конечно, тяжело перебирать и читать. Чужие письма вообще, в принципе, военные еще тяжелее. Но, тем не менее, своеобразные такая треугольнички вот эти, они какой-то несут в себе все-таки какую-то энергетику такую сильную. Экспонаты сотрудники музея тщательно обрабатывают и реставрируют. Иногда на восстановление у них уходит больше полугода. Этот миномет 80-го калибра собирали по частям. Сначала приобрели плиту, потом ноги и трубу. Теперь он ждет своей очереди на реставрацию. Увидеть в музее его можно будет уже осенью. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Сергей Степанович, здесь проживаю? Да, да. Здравствуйте. Не, не, мы заходить не будем. Мы вам в конью-9 мая продуктовый набор дали? Да. Вот, держите. Спасибо. Спасибо. Все, за счет тебя. Все, товарищи, поздравляем вас. Ой, спасибо. Более 10 добровольцев вызвались разнести подарочные наборы бабушкам и дедушкам. Разносили продукты с соблюдением всех мер безопасности в масках и перчатках. Пакеты в руки не передавали, оставили на пол. В акции «Вам, родные» приняли участие сотрудники Департамента по делам молодежи и спорта, молодежного центра и активисты волонтерских организаций. Мы разводим продуктовые наборы, дарим цветы и флаги для акции «Окна Победы». Красная рыба, свежие фрукты и овощи, молоко и консервы, конфеты и чай – все это едва уместилось в два пакета. Хранить такой объем негде, поэтому продукты оперативно доставили адресатам. Праздничные продуктовые наборы саровским ветеранам раздали в рамках проекта «Вам, родные». Это одно из направлений всероссийской акции «Мы вместе», которая проводится на территории всей страны накануне Дня Победы. В период пандемии и самоизоляции ветеранам очень нужна наша поддержка. В эти предпраздничные дни ветеранам, участникам войны будут доставлены праздничные наборы. Доставка будет осуществляться с соблюдением всех мер защиты для того, чтобы не заразить ни ветеранов, не заразиться самим. И я уверен, наши заботы и внимание будут ветеранам сейчас как нельзя кстати. Всего надо было доставить подарочные наборы в 69 квартир. Адреса распределили на три группы. Часть продуктов относили лично сотрудники социальной службы, потому что пенсионеры незнакомым не открывают дверь. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. С букетом цветов и подарком пришел в гости к Марии Николаевне Дындыкиной депутат Иван Ситников. 9 мая у почетной жительницы Сарова двойной праздник. В этот день победы она отмечает свое 90-летие. И дай бог ей прожить еще столько же на радость детям, внукам и правнукам. Не перестану восхищаться стойкостью старшего поколения. И вот у меня отец тоже был ветераном войны. Я все время удивлялся. То поколение перенесло столько лишений. Голод, холод, война. Но они были гораздо крепче нас. Во всех смыслах они по здоровью были крепче и духом крепче. И я считаю, без всяких высоких слов, вот с кого нужно пример-то брать. Мария Николаевна родилась в деревне Вертьянова Дивеевского района. Когда началась война, ей было всего 11 лет. В военные годы Мария Николаевна вспоминается слезами на глазах. Есть тогда было нечего. Все запасы, которые были у семьи, они отправляли на фронт. Чтобы не умереть от голода, маленькая Маша с другими детьми в поле собирали колоски после комбайна. Там остается много на земле колосков, а они же полные, с зернами. Хлеба не было тогда. И вот ходили, собирали эти колоски. Мария Николаевна вспоминает, как во время войны в деревне произошел пожар. Ребята решили в доме запечь картофель. Но не уследили за огнем, и в результате сгорела половина деревни. Очень много домов сгорело. Что с детей можно спросить? Ничего. Есть захотели, напекли картошки. После окончания войны Мария Николаевна переехала в Комсомольск-на-Амуре. Потом жила во Львове, а в 60-м году вместе с супругом переехала в наш город. У Марии Николаевны двое детей, четверо внуков и трое правнуков. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Несмотря на пандемию коронавируса, волонтеры Победы все-таки решили провести акцию «Георгиевская ленточка». В этом году она проходит необычным способом. Волонтеры разложили все ленты на столе и рассказали ее историю на стенде. И теперь каждый сыровчанин может подойти и взять эту ленту себе. Акция «Георгиевская ленточка» – это эстафета от прошлых поколений к нынешнему. Народная память и уважение к подвигам дедов и прадедов. И носить «Георгиевскую ленту» нужно правильно. Акция стартовала несколько лет назад впервые. Если не ошибаюсь, где-то у нас за Уралом начали в первый раз проводить ее. Ну и распространилась вот достаточно быстро на всю страну. Потому что символ узнаваемый, как бы там ни было. То есть совершенно четкое понимание, что символ это достаточно старый. То есть «Георгиевская лента» как таковая появилась еще во времена Екатерины. Ну и этот символ прошел, можно сказать, через два века. Ежегодно в Сарове волонтеры раздают до тысячи ленточек. Получить ее можно в торговых центрах «Куба», «Плаза» и «Атом». Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Центра внешкольной работы. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Гуманитарный склад перестал работать еще до объявления режима повышенной готовности. Несколько недель его двери были закрыты. Волонтеры не принимали пожертвования и не выдавали одежду нуждающимся. Но разносили продукты старикам и многодетным. Раньше еду на склад передавали храмы, но в апреле закрыли их. Храмы принимали продукты на поминовение усопших родных. Это такая традиция давняя в нашей церкви. Люди часто спрашивают, куда идут продукты, которые мы приносим в храм. Они именно идут на поддержку нуждающихся людей. Есть семьи многодетные, которые прикреплены к разным храмам. У нас в основном два храма оказывают такую поддержку. Есть люди-инвалиды, есть одинокие матери или отцы. После обсуждения с представителями церкви волонтеры решили принимать записки о поминовении или здравии за продукты на своем складе. Их можно положить в крытый короб на крыльце здания на Пушкино 24А. Переносить лучше не портящиеся продукты. В первую очередь мы сейчас просим консервы, потому что мука, крупа еще в некотором запасе у нас есть, подсолнечное масло тоже имеется. А вот консервы – это говядина, тушеная свинина, рыбные консервы, какие еще молочные, какие-то сгущенное молоко. Вот это оно и дорогостоящее, и в то же время, если у тебя есть крупа, масло, ты уже можешь себе сделать кашу с мясом или рыбный суп. Это уже более питательная еда. Из пожертвований формируют продуктовые наборы, которые волонтеры разносят адресатам. Одежду на складе пока не принимают, ее некому сортировать и запрещено выдавать. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Здравствуйте! В студии с новостями нашего города Константин Перевозчиков. Вот уже более девяти лет Константин Перевозчиков работает на радио. Он рассказывает саровчанам обо всем, что происходит в нашем городе. Перед каждым выходом в эфир Константин тщательно готовится, подбирает интересные новости и старается все сделать на высшем уровне. Он понимает, что результаты его трудов по радиоволнам дойдут почти до каждого саровчанина. Сейчас новости искать гораздо проще, чем это было нашим коллегам лет 30 или 40 назад, потому что есть интернет, есть масса других источников, есть, в конце концов, инсайды, из которых можно узнать информацию, которая не подтверждена, но, скорее всего, будет правдивой. Сегодня в Сарой вещает более 20 радиостанций. Одни из самых популярных в нашем городе – «Радио 7» на Семи Холмах, «Серебряный дождь» и «Радиорекорд». Их общий охват аудитории – более 100 тысяч человек. Все радиостанции так или иначе покрывают целевую аудиторию, наиболее платежно способных клиентов и предоставляют максимум возможностей для рекламодателей, для поддонесения информации о своем продукте и так далее. Поэтому можно обращаться в рекламное агентство наше и по телефону 37-260 и получить полный спектр услуг. Сигналы передаются с радиотелевизионной башни. Традиционно в День радио самая высокая башня Сарова зажигается разноцветными огнями и создает своим видом атмосферу праздника. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. Желаем вам всегда быть в курсе событий. Коронавирус и ограничительные меры привели с собой и экономический кризис, который коснулся практически всех без исключения. Причем, как оказалось, не только людей. В одном из саровских магазинов обитают сразу шесть питомцев. И теперь, когда владельцы торговой точки остались без доходов, животные рискуют остаться без пропитания. Поначалу, конечно, когда начинался карантин, мы растерялись. Все, что было, отдали на кредиты. Там, как я думаю, и другие предприниматели. И то есть остались без копейки. Сам еще как-то пойдешь, что-то там съешь. Но еще куча животных, которым каждый день или не раз в день просят есть. В магазине Елена живут две собаки и шесть котов. На корм и наполнители у женщины уже не хватает средств. К помощи животным подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Я никогда не думала, что вот такая беда, как карантин, нас всех людей сблизит. Особенно очень в нашем городе. Как бы всегда говорили, ой, город очень такой стеснительный. Люди не очень общительные. А мне кажется, люди очень общительные, очень добрые. И, ну, я не знаю, особенно вот наши покупатели, они, спасибо им тоже, что они не забывают и приходят. Помочь Елене и ее питомцам может каждый. Достаточно купить корм или наполнитель для лотков и принести их по адресу улицы Шверника, 24. Все вопросы по телефону плюс семь девятьсот десять сто двадцать шесть сорок два ноль восемь. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Из-за временного закрытия салонов красоты стал как никогда актуален домашний уход за кожей лица. Рано или поздно самоизоляция закончится, и мы снова вернемся к прежнему ритму жизни. Пока находимся дома, время нужно использовать с максимальной пользой для красоты, утверждают косметологи. Домашний уход обязательно должен быть. Каждая девушка, женщина должна ухаживать за собой дома. И сейчас это необходимо, и всегда это необходимо. Самое главное в уходе, он должен быть регулярный. То есть обязательно ухаживать за лицом, за телом. Если это лицо, то обязательно два раза в день очищать, утром, вечером, средством для очищения. Потом обязательно тонизировать лицо и увлажнять кремом. Тоже два раза в день. С наступлением весны солнце стало особенно активным. Чтобы предупредить пигментацию и фоточувствительность при выходе на улицу, важно наносить защитный крем с СПФ-фактором не ниже 20. Делать пилинг в домашних условиях. То есть можно пилингами, которые продаются в магазинах. Есть мягкие кислотные пилинги, есть какие-то пилинг-скатки, которые совершенно нормально подходят для использования в домашних условиях. Потом можно делать всякие маски. Причем маски самые разные. И тканевые, и увлажняющие, и питательные, и очищающие. И маски-пленки также в зависимости от типа кожи. От одного до трех раз в неделю. Специалисты призывают не изготавливать маски из подручных ингредиентов. Соды, трав, яиц и огурцов. Такие средства могут вызвать неожиданную реакцию на кожу. Любое косметическое средство, оно проходит испытание. Там выверенная активность всех ингредиентов, выверенный состав. И вы дома, накладывая маску из огурцов, все равно не получите никогда такого эффекта, как получите от косметического средства. Косметолог советует тщательно следить за питанием, питьевым режимом и физической активностью. Можно улучшить состояние кожи, если выпивать каждые полчаса стакан теплой воды. Из расчета 30 мл на 1 кг веса в день. Следует исключить из рациона сахар, заменить сладости сухофруктами и мультизлаковыми батончиками. Также важно чаще мыть руки и реже прикасаться к лицу. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. 2019 год в Нижегородской области был не самым жарким. Он занимает лишь третье место в рейтинге. Первое место делят 2008 и 2015 годы. Но прошедшая зима была аномально теплой с превышением многолетних значений на 5-7 градусов. Эту же тенденцию поддержал и март, который выбился в лидеры с превышением над климатической нормой на 5 градусов. А вот апрель тенденцию не поддержал. Со 2 мая прогнозируется активная волна тепла. Столбики термометра в дневные часы будут подниматься до 18-20 градусов. Это преобладающий температурный фон. Ночные значения также высокие, в пределах плюс 10 градусов. Такой температурный фон больше будет соответствовать концу мая. Но это не означает, что такая погода продержится весь май. Тепло, как обычно, будет чередоваться с похолоданием и кратковременными дождями с грозами. Май – самый неустойчивый месяц в году. Поэтому тепло, которое прогнозируется в первых числах, потом может компенсироваться вторжениями холодного воздуха с севера. А это уже чревато заморозками и даже выпадением снега, как это было в 99-м и 2000-м годах. Что касается летнего сезона, то по прогнозу Гидрометцентра России среднемесячная температура воздуха в июне и в июле, как и количество осадков, близко к средним многолетним значениям. То есть лето обещает быть теплым. В августе температурный режим предполагается выше многолетних значений на фоне того, что осадков ожидается меньше нормы. Поэтому саровчане, как и другие нижегородцы, в этом году должны получить настоящее теплое и даже местами жаркое лето. Конечно, пандемия внесла свои положительные элементы в экологию планеты, но они незначительны. Так, из-за снижения активности предприятия снизились выбросы промышленных газов. Сократился и выброс от транспортных средств. Но, по словам специалистов, говорить о глобальном потеплении еще рано. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.